Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Чердак Норб, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Так, в прошлой серии произошли у нас знаковые события, мы отказались, точнее мы выбрали чертоги разума, хотя я продолжаю настаивать, что это мы выбрали себя, но игра говорит, что это чертоги разума, чтобы мир был справедлив, будем настаивать на его, на то, чтобы какое бы дерьмо не происходило в нем, мы должны в нем разбираться и должны его предотвращать. Так, машина Сэма, ушла в серьезный занос, если бы не Анна, мы бы погибли. А, это вы на том месте знаковым, да, встретились-то получается, нифига себе, какой опасный поворот, прикинь. Ясно, дай посмотрим. Если Деклон придет, он увидит машину и поймет, что тут не один. Так, кстати, я сделал выбор, а вот в реальном мире многое еще не решено, но прежде чем искать тайник Дики, надо поговорить с Анной. Дневник. Так, смотри, вот этот чувак Дики. Это Дики влез в дом Анны и напал на меня. Подозреваю, он просто испугался, характер у него слабый. Ну да. Анна. Так, что у Анны открылось? Анна считает, что я теряю над собой контроль, что я одержим целью. Наверное, она права. Она мне доверилась, она имеет полное право на меня злиться. Но разве у меня был выбор? Памятную вещь, кстати, еще одну не нашел. Интересно, а найду ли? Так, Сэм. То есть я. Вся эта история показала мне, что пришло время... Так, где это? Я тут читал, нет? Так. Я решил, что хватит. А, это я читал. Вся эта история показала мне, что пришло время выбрать, кем я хочу быть. У каждого из тех, кто меня окружает, своя правда и свои мысли. И все они противоречат друг другу. В этом хаосе нет и не может быть места счастью. Нам в жизни важно не только счастье. Вот так вот. Мученик прям. Так, и Декуан. Вот это добрый наш полицейский. Этот Декуан организовал в Басваде наркоторговлю. Это он убил Ника и Денниса. Все сходится. Он знал, что Ник разрабатывает тему наркотиков. И Деннис, видимо, тоже что-то узнал. Может, он и про меня уже в курсе. Ключи. Офигеть. Так, кстати, памятная вещь, это я все... А, это я тут нашел. Ну, тут интересно, нашел ли я на всех памятные вещи. Но тут не на всех они есть, если честно. Ну-ка, вот эта Тара. Ага, у нее тоже есть памятная вещь, а я ее не нашел. Ха-ха-ха. Да я не хотел, если честно, у нее искать этой вещи. Хью. Он просил словечко за него замолвить, а я так и не замолвил. И про него я никакую памятную вещь не нашел. Вот так вот. Просто я подумал, что концовка игры, как бы, все дела. Ну, но не уверен. Не знаю. Я в замешательстве. Так, куда идем? О чем ты думаешься? Нельзя бросать Анну в одиночестве. Так, я ее иду спасать. Я думал, она туда ушла. А куда она могла упереться-то? Вон же это наша... А где тр... А, вот где вход в тропинку. Ну, ладно, извиняй. Так. Возможно, Декуан уже здесь. Надо быть на чайку. Ну, сейчас мы ему покажем. Ну, какой-то Декуан вообще не тянет на роль злодея. Если честно. Ой, смотри, какая красота. Панорама ночного города. Тихий такой, беззаботный. И скрывает столько страстей. Одного шерифа местного. Так, знак опасности читали. Анна тоже такая, молодец, уперлась одна, да? Что, наконец справился с собой и готов мне все-таки помочь? Я за тебя испугалась. Так, я разобрался с собой. Больше такого не будет. Я на сто процентов здесь. Надеюсь. Мне нужна твоя помощь. Получается, еще немного, и все это безумие наконец закончится? Надеюсь, конец будет хороший. Хочется хоть как-то отомстить за Ника и Денниса. Пусть все это все закончится. Подожди, пока я не ушел дальше сюжет. Они же репортеры, они бы камеры какие-то поставили. Они с полицейского хотят облаву устроить. Кто поверит-то им? Ну, даже если они вдвоем будут, скажут, она влюбилась в него. Все эти показания туфта. Кам камеры поставьте, его с телефона, репортеры, жучки, паучки, все вот это вот. Так. Типа, первый вариант, это от нее отрешиться. Да, хорошо, что я тут не один, это типа поддержку, типа, все-таки я как бы тебя ценю. Давай искать, давай ее проценим, давай. Скажешь, спасибо. Ну, да, в принципе, у нас может уйти. Спасибо, что у нас здесь. Хорошо, что я тут не один. Если бы я был тут один, мне было бы гораздо тяжелее. Сэм, розовые сопли оставим на потом. А сейчас надо искать флешку. Нифига себе какая-то, ее нигде нет. То есть, если бы я выбрал бы третий вариант, она бы по-любасу бы сказала бы, ты такой вообще. Дикки не говорил, где тайник? Нет, придется искать дальше. Ты с той стороны уже смотрела? Я уже везде смотрела, но пока только жвачку под столом нашла. Дико, ну вот придет, надо спешить. Так он уж уже тут был. Так, ну давай подумаем. Так, экстренно телефон, ну-ка сюда. Тут тайника быть не может, слишком ненадежно. Понято. Не, ну есть как бы правило, хочешь спрятать, прячь на видном месте. Оно работает. Это вариант сам напрашивается, но нет, не здесь. Понято. Может под знаком? Опасная тропа уходит в аттиму. Отличная метафора для нынешней ситуации. Да, поэт. Так, а ящик для еды. Ну да, ящик для еды. Так, смотри. Игрушки. Лимонад. Тухлая еда. А, нет, это даже для дики слишком мерзко. Лимонад. Тут флешку не спрячешь. Ну зачем ты он... Опа, очки! А вот и флешка, смотри-ка. Опа. Как он ее приклеил? Нашел. Правда? Дай посмотреть теперь. Мы засадим Деклана за решетку и докажем, что ты не виноват. Пойдем. Да убирайте. Стоять. Деклан. Расслабьтесь, ребята. Вижу, нас с вами привела сюда только на цель. А теперь просто дайте мне то, что вы нашли в ящике. Ты, как ты мог смотреть людям в глаза и нагло врать? Ты на поминках был, пил всего друзьями. Это мне тяжело удалось. Сейчас пристрелит, да, ее? И спихнет все на Ника. Ой. За что ты убил Ника? Глупый вопрос. Что будет теперь, тоже глупые. Давай напоследок, как это обычно приедет. Там все вот такие высокоинтеллектуальные разговоры, когда такая сцена. Почему ты предал свой долг? Куда делся честный, защитник города? Ты не в курсе, как теряют контроль над ситуацией? Как что-то невинное выходит боком. Становится только хуже, а потом... Сам попробую рвать жопу за одну зарплату, когда тебя за спиной сискорбляют. Я много лет городу отдал. Я правда верил, что делал хорошее дело. А потом ты убил Ника. Не надо думать, что я какое-то удовольствие получил. Мне пришлось. Да и с этим пьяным идиотом Деннисом то же самое. Я хотел понять, сколько он знает, и добиться, чтобы держал язык с зубами. Оказалось, он знает слишком много. Сейчас итог может быть друг другим. Всегда есть какие-то варианты. Я смотрю, ты как будто даже поумнил Хиггс. Не хочешь наступить на те же грабли, что два года назад? Херня, эти высокие идеалы, а? Так. Типа сейчас зависит от того, надо продолжать с ним разговор и как-то приближаться. Давить надо на него как-то. А как же Басфуд? Ты ведь всегда любил наш город и его жителей. Историей интересовался так? Как так? Да, я больше всех тут люблю. Я всю жизнь ему отдал. Все тебе жмут руку, рассыпаются в благодарностях. А стоит отвернуться, всадят нож в спину. Со временем я понял, что люди подлые. С этим можно только смириться. И что-то где-то замолчать. Кто-то все равно на этом заработает. Почему не я? Ник и Деннис. Вот этого я не хотел. Ну что уж теперь. И больше я хвостов не оставляю. Не оставлю. Сейчас убьет ее. Козлина, да, сейчас ее выстрелит. Че творишь, дура? Дура, ду-ду-ду-ду-ду. Ну давай, действуй, Ник. Ты че творишь-то? Сейчас же выстрелит в нее. Офигеть, че творит-то она? Да ладно. Ты решил подумать? Че, правда, что ли? Она так взяла и подошла, и обезвредила его. Че за бред? Думать и действовать надо быстро. Вперед, Деклана. Если я допущу хоть одну ошибку, на это второго шанса не будет. Он убил Ника, убил Денниса. И нас тоже убьет. Если я смогу предсказать его действия, возможно, мы его обыграем. Я сделал выводы по его личности. Ну, он какой-то обиженка. Ну, он какой-то обиженка. Какой-то он обиж... Обижулька. Так, Анна дерется с Декланом. Пистолет, удобный камень. Деннис. Они тут стоят. Так, как мне поступить? Че Деннис скажет? Деклан хотел за собой почистить. Из моего же слова меня застрелил, мудак. Очень может быть, что мой пистолет все еще у него. Будь осторожнее. Очень может быть. Мертвым ты уже никому не поможешь, поверь мне. Ну да. Где-то еще там этот Ник появился. Вон он стоит. Давай с ним поговорим. Прикольно ходит, такой разговаривает. Слоник. Сейчас надо выложиться. Не надо недооценивать Деклана. Он сильнее, чем кажется. Буквально пару секунд, и он пересилит Анну. Ты должен остановить его, Сэм. Он убьет нас обоих. Как он все это обстряпает? Ну, хотя обстряпает как-нибудь. Типа мы там... Так, пистолет упал. Я понял. Либо камнем, либо пистолетом. Камень в голову должен его слегка оглушить. Так. Пистолет. Можно попробовать схватить его пистолет. Так, как мне быть? Ой, а какие еще варианты есть? Могу куда-нибудь сходить. Так, тут путь заблокирован. Да, заблокирован. Быстрее ходить могу? Да, могу. Давай еще посмотрим. Может, какие-то улики упустил. Может, какая-то еще деталька здесь есть. А! Анна дерется с Деклана. Вот этот вариант, по-моему, я еще не рассмотрел. Можно напасть на Деклана, чтобы отвлечь его от Анны. Ну, смотри, нам же он сказал, что его нельзя недооценивать. Возможно, у него есть второй пистолет. Он сейчас выхватит его и просто ее прошпельнет. Этот пистолет брать, но я могу в Анну попасть. Давай камень, наверное. Так, как мне быть? Схватить пистолет, бросить камень, прийти на помощь. Так, смотреть. Бросить камень. Ну-ка, давай посмотрим. Нажмите пробел, чтобы выполнить действие в реальном мире. А, то есть у меня не будет, да, никакой попытки уже. Но нам надо его живым оставлять. Так, еще смотри, какой вариант. Схватить пистолет, долго бежать. И броситься к камне. Давай камень, короче, бери. Я беру камень. Потому что думаю, что камнем он сможет его вырубить, оставить в живых, и они смогут его обезвредить. Пистолет брать слишком долго, мы не знаем. Может быть, нельзя же его недооценивать. Он, может, холостой пистолет, а в кабуре там у него где-нибудь настоящий пистолет. Опять же, с Анной он дерется. Ну, Анна, конечно, меня удивила. Я не знаю, чего он ждал, стоял, пока она к нему добежит, когда можно было просто пальнуть, и все. Раз, два, и все, и ситуации никакой нет. Я не знаю, чего он тупил, давай. Камень в голову должен его слегка оглушить. Ну-ка, проиграть действие. А, это в реальности. Подонок. Он убил ее. А, ну, игра мне дает шанс. Дек, он меня не видит, надо этим воспользоваться. А, это новая ситуация уже. Можно напасть за него из слепой зоны. Использует эффект неожиданности. Он ранил Анну, да? Но это не сработает, только я смогу предугадать его действия. Так он вью ранил? Думай, Сэм. Нифига. Она в порядке, лишь бы так и дальше было. То есть, смотри, получается. Это финальная битва, я вообще никогда таки не встречал. Дек, он может погнаться за Анной. Броситься за Анной. Так, давай в способу Сэма. Можно и без драки, просто уходи. Больше не вспоминай обо всем это. А, типа сбежать? Хватит уже бегать. Нифига себе. Ну да, когда такая ситуация, конечно, разные мысли приходят в голову. Ух ты, подожди. Джо, а, мы Джо обещали ее спасать точно. Он просто чудовище, него в два счета прикончит и тебя, и мою девочку. Он не тупой, служебное оружие легко отследить. А он старается заметать следы. Так, пистолет, что-то, пистолет еще активен. Дек, он может ворвнуть за стволом. Так. Может за стволом рвануть, понял. Сэм. Так, рассмотрите вариант, подожди. Тут еще один дикий стоит. Дек, он уже двоих убил. Все, нет их больше. Но он не так просто убивает, да? А чтобы уничтожить улики. А, они у твоей подруги. Так что не тяни, братан. Он за пистолетом бросится. Так, что Дек, он сделает дальше? Так, смотреть. Нападет на Анну. Схватит пистолет. Ну, пистолет-то ближе валяется, да? Он схватит пистолет. Давай, я выберу, что он схватит пистолет. Если я смогу предсказать действие Деконы, его получится стать врасплох. Так, я думаю, что он схватит пистолет. Так. Ну, обычно это же как бы стандартно в драке, да? Я думаю. Хотя мне сказали, что его нельзя недооценивать. Да, ребят? Ну, опять же, у него, возможно, запасной пистолет есть. Он только сейчас вот отоходит. Ну, опять же, тут варианта же второго не дано. Тут дан вариант, что он бросится на Анну. Ну-ка. Где тут? Рассмотреть. Нападет на Анну. Так он... А-а-а! Еще какой-то пистолет, да, возьмет. Да, у него второй пистолет. Пистолет этот, который нападет на Анну. Давай тогда. Получается, смотри. Он нападает на нее. Так он может напасть на меня. Нападет на тебя? Тебя-то с какого хера? Он нападет на Анну. Нападет на Анну, да. Так, нападет на Сэма. Просто хочу посмотреть. Не, не будет он на меня нападать. Не будет. Он нападет на Анну. Все, решено. Он хочет ее убить, потому что у нее улика. Хотя убивать... Ну, да, хотя, не знаю. Они же типа его угрозы. Так, как тебе выбрать-то? Так, получилось. Я думаю, что он нападет на Анну. Потому что у нее появилось в руке еще один пистолет, а этот пистолет валяется. Да, она валяется. Все, вот так вот сделаем. Ну-ка, пробил. Если Деклан атакует Анну, лучше всего ударить справа. Ну что, в бой? Давай. Давай сюда флешку, живо. Пулю захотела? Не надо. Вот, вот, возьми. Опа. Ах ты, мерзавец. Так, пистолет второго... Ух ты, на. О-о-о-о-о. Вот так вот так... А чего он не стреляет-то, а? Чего он не стреляет? Походу, я ханасы. Если я ничего не сделаю, нам конец. Но я согласен, это там стоит тупит. Но если я ошибусь... Хана всем вам. Он сейчас выстрелит. Все. Надо собраться, проанализировать все входящие факторы. Он выстрелит в тебя. А, чё тут уже думать? Хорошо. Если не отдавать деку на инициативу, все получится. Он уже на тебя пистолет направил. Какая инициатива? Ну, пойдем букашку. О, телефон экстренный. Конечно, сейчас звонить будем. Джоан. Тут жуткий желтый телефон. Твой единственный шанс вызвать помощь. Этот порозок не тупой. Он будет просматривать на телефон. А, там типа кнопку, а ты нажимаешь и сразу вызывается помощь, да? Ну, мне кажется, такой себе вариант глупый. Тебя сейчас... Ты должен спасти Анну. Это мы ее вовсе втянули. Это я ее вовсю втянул. Если ты отвлечешь Деквана, может Анна успеет схватить пистолет? Отвлеки его на себя, Сэм. Пожертвовать собой, понятно. Пистолет Денниса. Можно попробовать вывести из управления пистолет. Как ты его собрался выводить? Как? Ну, смотри. По идее, тут вот просто 3 секунды он стреляет и все. И хана тебе. Вот как тут действовать? Броситься на него? В атаку? Потому что назад он как собрался... Ну, давай, я просто посмотрю. Так. Че там? Как мне поступить? Попробовать передвинуть пистолет. А! Ну да, это вот единственный вариант. Он, конечно, хочет типа вот это мне сделать. Ну-ка, сейчас посмотрю просто. Так, тихо, ты. Можем попробовать вызвать помощь. Это пол... Так, тихо. Можем попробовать спрятаться. Блин. Как мне поступить? Так, попробовать вызвать помощь. Ну-ка. Подожди, подожди, подожди. Рассмотрим все варианты. Ага. Он пока его нажмет, тебя и прибьют. А мне фигня. Сметутся за дерево. Ну, метутся за дерево тоже неплохой вариант. Но мне кажется, и что это даст? Он с пистолетом. Разворачивается и стреляет в ванну. Не. Ну, не в ванну стреляет, а в ванну. Анну. Давай тогда. Где тут? Блин, как тебя выбрать-то? Вечная проблема выбрать. Так. Перенюй пистолет. А. Ну, просто как... Ну, а у Анды получилось? Почему у него-то не получится? Конечно. Все смотреть. Ну, не смотреть, а действовать. Так. Я уже все выбрал, господи. Давай вот. А-а-а. Давай с другой стороны зайду. Кстати, про Ану ничего не говорит. Нет, ничего не говорит. Я готов. Давай. Действуй. Дэква сосредоточен на мне. Это шанс выпускать нельзя. Ну что? Давайте. Если подобраться ближе, я не дам Декона выстрелить. Ну, это большой риск. Но он выстрелит. Ну, потому что прятаться за дерево, ты погубишь Анну. Это 100%. Вызывать помощь, это капец. Поэтому... Да. Вперед. В атаку. Да, красавчик, молодец. Чего там ты там копаешься? О-о-о-о-о-о-о! Подстрели его, подстрели! Этот, типа, как дур. Бросай с твой Декон. Анна. Ну, ты все равно смотри-ка ванну выстрелила. а вот у девушка стреляли нужно скоро пожалуйста быстрее так мы плечо попали должна жить если конечно не артерии никакие не не так молодец держись пожалуйста держись не умирает я нормально честная она она нет ну что там с ней такое пулет на вылет прошла да ты очнись блин да ёлки-палки короче заманили девку джоном этого не простит хана нам так открыто достижение сего и с вами я кэрри джеймс и вы слышите баспинскую волну 104 3 fm слышали новость вместо полицейские затрели зрели на прошлой неделе оказался главой наркокартеля который торговал опиоидами прямо в баспаде ужасно за употребляя суженное положение он возил в город наркотики со всей страны а также убил двоих человек попытки скрыть преступление но если хорошая новость журналистка которую ранил этот слушатель закона сегодня выписано из больницы слава богу жива а значит и джо и ее батя будет нам рад вижу не один пришел навестить анну смотри приехали полицейские все но неужели дек ван один в полиции все это проворачивала а ну наконец-то выписали из больницы и она уже дома это большая радость это что мы раскрыли это дело тоже хотя спасти никого мы все же не успели безмятежное пространство внутри моей головы всегда будет со мной и я всегда буду трезво смотреть на внешний мир осталось только попрощаться с и я смогу наконец-таки покинуть баспад на этот раз окончательно что-то я подозреваю что нифига ты его не покинешь дэннис он знает слишком много это и стало для дэнниса приговором и там кстати обратно то я в город не вернулся никаких им не не передал так сказать ну секретов еще чего-то фига я ключи нашел ну как бы честно честно сказать декон садит в лице даже изменился какой-то он обиженный парень оказался так сразу смотри день такой стал веселый типа хиппи это а куртку ты так и не поменял все эти недели он даже и не постирал ни разу он джо сидит но джо парень нормальный я думаю сейчас по с ним нормально по тренды чем хотя не факт сам придержи лошадей она шерифом общается наверное лучше мне мешать хорошо как вы джо как я сынок спасибо что пришел навести тянут но это ничего не меняет моя девочка ранена тяжело ранено а ведь если бы не ты могло бы быть куда хуже ты молодец джо не там нами все рассказала что тебе пришлось сделать спасибо сдержал слова ну я вас не мог подвести это конечно глупо мне повезло к клятве я не думал додумал ты думал мне повезло да хотел бы сказать что все продумывал но мне сильно повезло какая разница спасибо но ты уж больше мою дочь такие истории не втягиваю договорились да видимо да так мы чё там еще отчетов а джо а заговорить можно еще раз да ну вроде с ним только что поговорили подожди ты на меня время не трать тебе моя дочь дожидается ну ладно смотри кабукашка да и мать ее кати где они где папины блокноты такие еще желтые потом их поищешь там люди только подъехали не поздоровайся желтые были мой любимый я хотела тоже в них писать они точно где-то тут сейчас еще буквально минуту джон лодон повторяет не собираюсь ладно не важно осторожно слоник у нее плохой день извини за эту сцену и раньше то были не очень на теперь она совсем закрылась неудивительно учитывая ситуацию подростку здесь не место к эти сейчас самое время уезжать из басвода ты не понимаешь я не могу просто уехать у вас жан всегда были хороший контакт посоветуй что-нибудь тебе нужно лечиться да прикольный совет прикольный совета у тебя спрашивают посоветовать где нужно лечиться хороший да друг проблема не в джоан не надо винить ее во всем подряд еще тебе стоит поработать над собой что кто ты такой чтобы меня учить ты про меня ничего не знаешь я знаю что джоан не хватает твое внимание она мне еще неделю назад сказал что хочет уехать к тете и она рассказала мне про опиоиды к эти вот как и ты меня даже не предупредил сразу видно как ты за нее переживаешь ладно я все равно хотел взять отпуск немного собраться силами после всех этих событий наверное пора как-то взять себя в руки но я это и без тебя знаю удачи сэм короче друг друга послали вежливо совета хотела совет получила такие типы боссы такие не впускали меня до перед тем как зайти к они а вот эти самолете красный барон алё окно то вставили уже до окно вставили не понял а как войти как как входить ты или мечу там джоан привет букашка привет сводник как ты нормально вроде этот ответ все обычно хотят услышать можем сказать правду ну нет букашка скажи как ты на самом деле себя чувствуешь знаешь сегодня лучше чем вчера наверное я скучаю по папе но когда я узнала правду не знаю мне стало чуть легче это не ужасно что мне стало легче да нет не ужасно у меня тоже самое своник а ты на этот раз останешься не могу букашка я поговорю с твоей мамой она постарается извиниться так ты нужна будь сильный или постарайся ее понять этот тип она пустующие слова да ну постараюсь ее понять ты уж постарайся ее простить ладно будь нибудь не просто но я знаю ты справишься постараюсь я буду скучать сводник просто жутко скучать я тоже букашка не атакание но пожалуйста звони в любое время отбил угу ладно так а этот наш друг смотри-ка стоит а где она так как не войти то привет автор всем или мальчик мой кого я вижу я все хотел позвонить но звонить к это как-то равнодушно как ты хорошо даже отлично давай так ответим на самом деле очень хорошо я как будто наконец-таки нашел себя ты пережил настоящий кошмар но я рад что ты все еще с нами я сам пару раз едва не встретился создателем и должен сказать не самые приятные моменты но начинаешь тенить жизнь это безусловно твои близкие тоже бесследно это не проходит два человека которых я считал родными погибли один ранен помнишь ты сказал что надо сидеть в седре до последнего допомним пожалуй я готов спешиться это выпуск масса джунгл был последний опачки вот это да думаешь уйти на пенсию все это наводить я на мысли о пенсии поверь ни о каком комфорте нет и речи но мое пламя выгорело до 2 без дико без денису одному газету не выпустить да я не хочу ладно хватит уже тратить твое время тебе с другими надо поговорить пишем то иногда пиши да вот так вот прикинь решил закрыть газету правильно 1 убили в там 2 убили 3 ранили четвертую волю все уехал до интересные конец газеты так как они то прийти и смотрите не задерживайтесь надо дышать свежим воздухом а то врачам только дай волю они тебе на месяц запрут о сэм наконец-то таки ты пришел я тебя искал ну да надо просто вызывал меня я помню помогал опади я знаю что ты прошел через ад это понятно если кто-то из сотрудников полиции может что-то для тебя сделать или даже я сама в общем обращайся хорошо у меня для тебя в коем-то веке хорошая новость на пистолете денис остались отпечатки деквана и поскольку ваши самые слова подкрепляют показания дикий вы саны обвинений можете не бояться самообороны и самообороны до сих пор не верю что мой доверенный сотрудник вел наркоторговлю и состояние нервничает причина хочет замять свои ошибки предположение боится что и перезберут шерифом и queue 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 D да какая новая способность у меня к вам много вопросов зачем мне вопросы задавать так я скажу все без утайки я добью чтобы смертника стала главной темой разговора не сомневаюсь только не забывай бог в каждом из нас вселяет и ангела и демона мы всю жизнь наблюдаем за их постоянной борьбой и чаще всего побеждает все-таки ангел но у каждого бывают моменты когда у руля встает демон так не мне вас судить никто не совершенен но мой ангел велит не рассказать историю ника я могу кое-что тебе пообещать 2 декона я не допущу даю тебе слово ладно я бы осталась но труба зовет береги себя сэм вот так вот так а где анна дайте мне с ней поговорить то я так понимаю это концовка или нет или теперь будет новое расследование и всякие дела вряд ли она привет такой подошел аккуратно присел привет привет вот и поговорили я думала может ты не придешь же я хотел успеть сюда до тебя но выгляжу уже лучше чем недели назад наверное это не самая высокая планка ведь могло быть и хуже если бы не ты если бы ты не спас мне жизнь ну типа первый вариант винить себя мы друг друга спасли этот ты мне жизнь спасла от она-то ему чуже спасла сам ввязался сам сюда придумал в принципе согласен подверг и опасности у нас же был выбор изначально ее не брать с собой и не доверяйте и поэтому я подверг ее опасности ты за меня подверглась опасности кого упасти дети и без тебя вломился бы ко мне в дом ну да да жаль только мы так и не узнали что было на вышки тот кто за всем этим стоял сама в себе шею в попытке нас убить дело закрыто чего-то не хватает чего-то не хватает что-то меня все равно грызет правда редко бывает идеально причесаны наверное хоть раз в жизни отруби свой мозг да не может он уже все уже ладно какие планы на будущее тебе лечиться не надо ну смотри да на флешке то что было скорее всего но не мог декон все это в одиночку делать возить прикрывать он был лишь как бы либо верхушка этой цепочки либо он был каким-то важным связующим звеном но не мог он в одиночку сюда делать не мог все это подчищать зачищать прикрывать не не мог то есть там реально то есть там еще клубок этот разматывать и разматывать так и чем собирается делать будет работать над собой закончить статью ника и найдет работу статью ника я не знаю заканчивать или не заканчивать кому это надо кому это надо вообще хотя этот бы вариант бы сработал бы если бы мы бы не выбрали бы эти чертоги разума выбрали по очкарика а так закончу статью ника да я решил закончить статью ника хотя бы я я это сделать обязан мы обязаны мы закончим его статью вместе ладно тогда да молодец хороший выбор мне пора я ожидал уже ты это скажешь береги себя сэм хикс сэмуэль а как они закончат статью опять же таки и может на этот раз почишь меня своим присутствием пораньше тут уж посмотрим как пойдет как они статью ты эту и закончат если газета джунгл закрывается вот тоже вопрос не знаю так ну давайте проверим наш дневничок уйти все навестить анну и уйти так здесь у меня больше ничего уже не появляется памятные вещи я все не собрал кстати как-то странно вроде бы все собирал всю бегу искал ну как-то еще каким-то макаром умудрился пропустить вот это вообще персонаж колоритный и вот этот тоже кристина ну да ладно так а что еще статистика выше не приняли варю его ранны он я сумел перехитрить декланы спасти анну 66 процентов то есть получается можно было и не спасти ее понятно зеркало я выбрал чертоги разума 53 процента так итан и кайва я нашел оба фото родных кайлы встреча с дикий я пришел не к стенке чтобы добиться от него правды встреча с тайлером я не стал разговаривать с тайлером и джей аром ну да вмешательство двойника я старался слушать первую очередь анну они его девяносто четыре процента понятно понятно но это мы смотрели уже так с вами поговорил к эти ты мне что еще скажешь делает вид что все хорошо также рассеянно как ее дочь напускает на себя уверенный вид но сильно потрясен с учившимся это он теперь как бы стал разумным и теперь всех читает хочет побыть одна чувствовать себя брошенной сделать ничего нельзя ты прямо диагноза ставили ставишь тебе врачом быть испытывает чувство вины не в силах дальше работать над газетой думает уйти на пенсию и ходу лурта такой веселый то есть правда никого счастливым не сделала погружена в собственные размышления рада во мне не нуждается то есть смотри получается мы выбрали вот когда эти чертоги разума да мы добились правды добились правды но все короче ну короче все остались какими-то несчастливыми неудовлетворенными так далее не просто интересно если бы я выбрал бы этого очкарика то есть получается на правду было бы начихать но все бы были бы счастливыми так что ли как бы не были счастливыми я не пойму то есть я бы был бы такой я то есть он бы захотел бы остаться типа санны там свадьбу сыграть и не знаете бы все бы да да мы будем с тобой ура мы будем все праздновать так что ли не знаю так ну ребята все давайте счастливо я погнал мистер хиггс ничуть не удивлен встречи я немного удивлен я хотел навестить мисс миллер вы сделали доброе дело так тому негодяю надо город отдал выиграл спасибо за ваши слова ну будем любезными любезными спасибо я не привык слышать похоже возможно еще привыкните мы вас в долгу сразу видно что вас высокие идеалы есть чем гордиться и про стран так это он наркотой торговал он же появился в городе точно это он барыга это он главный барыга идеалы я уже слышал это слово херня эти высокие идеалы а я знаю что она скажет успокойся должны были какие-то идеалы дек вон говорил я понял ты не понимаешь я не могу просто уехать она сидит на этих факт имеет доступ к опиоидам что-то скрывает кого-то боится работает в аптеке служит прикрытием кэти какой из нее поставщик дай пройти точно точно да почему я тоже прям последний момент понял забрал что-то из аптеки да 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 схема то вот она вот она схемка то работает на дек вона диллер чего-то не хватает как дек он узнал про нашу с денисом встречу говорят ты дениса вчера конкретно так отделал факт убил дикой дениса работает в органах импульсивные резки только исполнитель ну конечно же говорю что недостаточно факт не видел драку но я ушел раньше из-за джон кто-то подслушал нас с денисом кто сказал дек вону you после драки в баре я не дал вам погнаться за противником на улицу кэти его боится хозяин аптеки видел драку с денисом ты тоже знаком с хилл как ты уехал почти сразу купил нашу аптеку ник заподозрил что после закрытия шахты активизировалась наркоторговли даже боялся как бы не вышло как с вашим другом идеалы что-то случилось молодой человек уху ху ху ну смотри я просто не знаю будет ли дальше игра продолжаться типа это такой замес на вторую часть наверное да хотя я не знаю как бы он дальше поступил вот смотри логика подсказывает что сказать я задумался потому что смысл это опасный противник которые полюбасу полюбасу не успокоится сказать ему вы просто чудовище но это он сейчас не поймет типа что вы что с вами и д вы оскорбили памятника тоже какой-то такой себе вариант я бы хотел на самом деле выбрать а вы просто чудовище просто посмотреть что будет я задумался ну вот не знаю логика подсказывает что надо выбрать вариант я задумался и продолжить дальше копать просто а как бы вы просто чудовище это напрямую все карты вскрыть пускай он думает что мы дурачки я ушел свои мысли последние время это часто бывает да да понимаю вам конечно есть о чем подумать ник так и не понял изнутри было не видно но это все вы что вы хотите сказать вам было мало толкать эпилоиды без рецепта этим каждым делает вы еще и от налогов укрывались половина шла мимо кассы и вас приквал декон вот как это очень серьезное заявление которое никто не поверит без доказательств так дикий знает поставщину блин мне кажется эти все варианты он прямо легко обыграет дикий знает поставщика ну и что скажет дикий этот трус ему никто не поверит как бы иди нахер к эти все знает к эти типа сумасшедшая деваха которая болеет и принимает наркоту день я большись копчик обществу это тоже типа ха 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 он скажет ой ну и мне кажется тут бесполезно варианты выбирать он везде скажет иди нахер давайте выберу суду общественности не нужны ни документы не улики три человека погибло и все следы указывают на вас вы пытаетесь выставить на меня каким-то криминальным боссом я просто мелкий бизнесмен еду туда где есть возможности и город сильно выиграл я даю людям рабочие места инвестирую я никого ни к чему не принуждал я давал людям то чего они хотели что было им необходимо я был здесь я заказал рукава и взялся за работу а где были вы из-за вас люди погибали он скажет он скажет не из-за меня они типа были дураками сейчас то я здесь ну типа чё какая разница ну думаю спите вы отлично ха 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 но мне кажется такого человека трудно призывать какой-то совести там что из-за него люди погибали он скажет думаю спите вы отлично тоже я отвечу холодно я здесь сейчас я здесь я закатал рукава и готовься взяться за работу можете не оправдываться просто знаете что вас раскрыли я хотел гнуть вам в глаза прежде чем разрушу вашу жизнь джо кэти джо не смейте им угрожать что вы это вы ему угрожаете почему по вашему ник не написал статью не обратился в полицию вы его убили он не закончил статью потому что вы его убили я всю жизнь презирал насилие увы некоторые мои коллеги будущее ребенка стареющий отец девушки все это на все это нужны деньги люди всегда найдут способ получить желаемое вопрос кто на этом заработает преступники банды какое-то быдво убери посредника на его место придет кто похуже и ник это понимал он будет они не буду таким вы его не знаете а вы он согласился замять правду нет я в это не верю это получается так фигня не важно как что сделал ник ник мертв сейчас уже не важно что он там сделал или не сделал это правда не важно что сделал ник важно что сделаете вы если вы откажетесь от телепой затеи обвинить в страшных грехах старика клянусь что кейти джо и джоан будут обречены до конца жизни впрочем даже если вы не бросите эту бессмыслицу сомневаюсь что я проведу за решеткой хотя бы день я стар я богат у меня есть юристы и люди ко мне прислушиваются я как же ник он брал взятки скрывал правду и что скажет его дочь ведь мне придется публично разоблачить его преступления и не будем заводят к эти которые на меня работают она потеряет как минимум работу а ведь одинокой матери без того не просто не ломайте им жизнь сэм на ошибках нужно учиться прекрасный выбор смотрите на самом деле он классно все размотал и как раз таки это получается идея не 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 на ваках как говорится и в литературе часто такое у писателей проскакивает да и во многих во многом кинематографе тоже что правда то людям не нужна то есть как бы вот о чем и говорил наш очкастый друг о том что надо жить счастливо ну и чего ты добьешься этой правды вот он его и ставит выбор чего ты добьешься потеряет работу дочка разочаруется в отце в некий так далее сказать это правда что ник все это он знает что о чем говорит жизнь так устроена работает по и законам а вот такие как сэм ту сторону которую мы выбрали правда руба такого не правда руба получать человека которому ну скажем так не то что правда просто хочется все открыть все хочется докопаться хочется как бы ну будьте честным что какими-то постулатами не поступиться до все думают что ник вот там разбился декон это абсолютно зло и так далее но декон то не абсолютно зло это исполнители все и по идее как бы по идее выживание понятно дарится до правды даже если придется пожертвовать счастье той же самой кейти джан и так далее но опять же какое-то счастье счастье слепой курицы по и думаешь они так будут счастливы в мире так там куча всякого дерьма происходит ему кстати очкарик сказал правильную вечно на на прощание что типа там что-то мир ну мир требует мест такой какой есть и он заслуживает даже такой своей любви поэтому мы откажемся отказаться это от его слов и так понимаю надеюсь меньше сыгра не обманет то что я отказываюсь от того что он сказал мы выбрали сторону чуть чертогов разума и его сейчас персонаж который я отыгрываю он должен отказаться он не должен с ним согласиться он должен его послать сказать иди ты нахер ты привык всех покупать всех ломать да хочешь как бы таким людям и надо показывать что да ты можешь купить всех меня ты не купишь все до свидания отказаться делайте что хотите а я закончу то что начал них может вы сядете может нет но люди узнают правду и узнают что никаких высоких идеалов у вас нет вы думали только о себе и я уж позабочу чтобы вам это за это как следует прилетела ну пускай да пускай думаю да ну конечно он знает что иди нахер все дела тополя надеюсь друзья вы все пристегнуты потому что вас ждет просто жуткая история два года назад западная виргиния шахтерский город город остается без шахты люди доходы и падают безработица растет в момент город въезжает беспринципный фармацепт хозяин аптеки нерегально торгуют аптилоидами самуэль хиггс нештатный автор через два года в тихий виргинский городок было везено более миллиона таблеток которыми стали торговать на улицах это цитаты из статьи журналиста по имени сэм хиггс приведенные им сведения побудили власти возбудить расследование по делу хью кирконга внешне благообразованного пожилого человека который стоял за наркоторговлей в полицейском участке басов дойдет активное расследование сложно сказать сумеет ли наш тихий басов отправиться от такого удара ладно теперь садитесь поудобнее так ну интересно то есть опять он уезжает из города и разрушил жизнь так сказать всех и полицейского участка и аптеки и всех там кто работал ну хоть его не убили хоть его так сказать и в живых только вперед открыто достижение и пошли финальные титры субтитры и какая-то песня что ж ну скажем так я не скажу что прямо вот прямо вот прям что-то такое сверх естественно хорошие в принципе такая средняя неплохая игра где есть сюжетец небольшой есть какие-то фишки но какой-то такой прямо вы выдающийся конечно же я бы ее не назвал но в принципе думаю достоин внимание этот продукт чтобы с ним ознакомиться и как бы с ним поиграть громко слишком играет тогда капли сохранения 1 так дневник и статистика посмотрю что здесь статистика обличение хилл я отказался от грязных денег джо 66 процентов смотри-ка отказались раны анны я сумел перехитрить декваны спасти она а ну все то есть получается последнее что было это у нас отказались от грязных денег джо так здесь у нас ничего нового про наших героев не залетела так это подожди я праздника хотел посмотреть так никаких записи новых не добавилось ну как-то вот так вот что еще хотел сказать поделиться какими впечатлениями о игре ну последняя серия наверно пред предыдущая серия где он в чертогах разума боролся и последняя серия были конечно более интересные все таки развязка там он с собой боролся и так далее я не думаю хотя не знаю если сильная вариативность в этой игре от того кого бы мы выбрали бы очкарик или нет себя другого или себя альтернативного я думаю честно нет и думаю переигровки как-то есть игры которые прямо тянут на переигровку ты прямо хочешь переиграть увидеть историю с другого стороны мне кажется здесь этого во первых и желания такого нету во вторых мне кажется здесь вариативность небольшая чтобы я не выбрал все будет то же самое просто изменится статистика изменится какие-то выборы изменится отдельное счастье какого-нибудь может персонажа так я доволен получается концовкой все остались живы всех кого спасли мы спасли да все остались со своими проблемами но куда деваться жизнь это проблема жизни надо решать надо быть взрослым недостаточно ответственно чтобы ее принимать как она есть поэтому все в порядке все хорошо смог он разоблачить всех этих фармацептов кровавых ну с другой стороны ну разоблачил но осталось там это к эти деда вот она к эти без работы ну и что он найдет новую работу конце концов же главное жива осталось здоровы а там как говорится все остальное приложится вот удивительно для меня то что он как бы с анной и там фуру муры сну вновь не сделал но видимо это нужно было сделать если бы я выбрал бы очкарика как-то так ну никогда никого не знал оказывается каждый скрывает какие-то свои секреты в шкафу ну и декван оказался главным антагонистом этой игры не зря он находится получается напротив нашего сэма и в серединке можно было в принципе наверно догадаться и даже даже здесь получается по вот этим вот ореолом да это его ближний круг это чуть чуть подальше ну а эти получаются самые такие самые такие второстепенные игроки все как-то так что ж играйте встретимся с вами уже в следующих играх подписывайтесь комментируйте ставьте лайки мне это очень не хватает с вами был чердак норбу и до скорых встреч пока пока уже в новых играх пока